МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Помните классику советского кино? Наши люди в булочную на такси не ездят". Истинная правда. Граждане страны советов нечасто пользовались услугами таксомотора. А личными автомобилями владели лишь избранные. Для ежедневных перемещений народных масс служил общественный транспорт. Так что фраза «Передайте за проезд» звучала ежедневно десятки миллионов раз. После окончания Великой Отечественной войны парк общественного транспорта Советского Союза сильно поредел. Дело было не только в боевых потерях. Автобусы 30-х годов выработали свой ресурс и нуждались в срочной замене. Лидером обновления выступил Ленинград. Через год после победы в Северной Пальмире наладили производство вот таких красивых автобусов. Строили их на ремонтных заводах автотранспортного управления Ленинграда, сокращенно Атул. Машины выходили очень аккуратными. После трагедии и блокады ленинградцам хотелось приукрасить повседневную жизнь. Курносы и Атулы стали первыми в стране автобусами прогрессивной вагонной компоновки. Они курсировали по питерским набережным и перспективам несколько лет. Но сильно перегруженный передний мост автобуса заставил ленинградских транспортников ненадолго вернуться к устаревшей капотной схеме. Тем временем в Москве появился свой городской вагон. 800-летнему юбилею столицы завод имени Сталина подготовил трудовой подарок ЗИС-154. Его прототипом послужил американский GMC образца 44-го года. В свое время он встряхнул социальные устои Соединенных Штатов. В салоне такого сити-баса темнокожая дама впервые отказалась уступить место белому мужчине. ЗИС-154 тоже стал поворотной точкой в истории советского пассажирского транспорта. Новый автобус не нуждался в раме. Его кузов был несущим, то есть держал на себе подвеску, колес, двигатель и другие агрегаты. Это экономило полтонны веса и позволяло оптимизировать компоновку машины. Корпус собирался подобно фюзеляжу самолета из дюралевых профилей и фрагментов обшивки. Для их крепления служило 6 тысяч заклепок. В салоне помещалось 60 пассажиров, больше половины из них располагались на мягких диванах. Вторая особенность ЗИС-154. Он был унифицирован с трамваем МТВ-82 и троллейбусом МТБ-82. Эта транспортная триада имела одинаковые боковые панели, двери, окна, сидения. Значительная экономия для госбюджета. Но главное отличие 154-го – силовая установка. Расположенный в хвостовой части дизель соединялся с генератором. Тот, в свою очередь, питал электромотор, вращающий задние колеса. Ни тебе сцепление, ни ручки-кочерги коробки передач. Водитель возвышался на регулируемом кресле, а под ногами у него было всего две педали – газ и тормоз. Особенно важно для автобуса – это тормозная система. Этот СИЦ-154 в этом плане уже был более комфортный для водителя. Тормоза были более надежные. Более надежные. Хотя еще слабоватые были. Слабоватые тормоза еще полбеды. Так ведь и мотор тоже был слабоват. Всего 110 лошадиных сил. Плюс хронические болезни двухтактного дизеля. Шум, дым и прожорливость. 65 литров солярки на 100 километров пути. Теоретически схема городского дизель-электрохода была прогрессивной. Но его технические характеристики по дымности, по мощности двигателя, они были недостаточны, поэтому он был неперспективен в том исполнении, в котором он был. Дизель ЯМЗ-204 славился скверным характером. То он не запускался, то отказывался останавливаться. Ходили слухи, что однажды переполненный ЗИС-154 полдня нарезал круги вокруг Большого театра, пока горючее не закончилось. Ну, это басня или шутка, действительно. Потому что если двигатель пошел в разнос, ну, водители, наверное, все-таки опытные были на автосходе, ну, выключил бы передачу, и он бы на холостых оборотах, значит, крутился бы то же самое. То есть не за чему было ездить, вырабатывать это топливо. В начале 50-х годов ЗИС-154 с московских улиц убрали. Взамен на столичные маршруты вышли внешне похожие, только чуть более короткие автобусы. ЗИС-155 считался временным решением проблемы. Многие элементы кузова взяли из предыдущей модели, а ходовую часть и мотор – от серийного грузовика. Но нет ничего более постоянного, чем временка. 155-й находился в эксплуатации лет 15, а выпущенных было без малого 23 тысячи. Пассажиры этот автобус недолюбливали. Высокие подножки, узкий проход. И в управлении машина была тяжеловата, особенно с непривычки. Когда я перешел с легковой машины на автобус, я месяц не мог разгибать спину. Потому что сидишь 12 часов без разгиба, да? Точно так же и рука. Все привыкает, а потом не замечаешь. Все нормально, ты себя чувствуешь. Нормально – явное преувеличение. Мотор располагался рядом с шофером и был прикрыт лишь щелястым кожухом. Зимой еще сносно. Тепло, тепло, но загазованность, загазованность. Как бы там ни было, коллектор рядом, на нем горит что-то, да? Номер маршрута дублировался группой из трех фонариков, четырех цветов – красного, оранжевого, синего и зеленого. Математика подсказывает, что перебор всех комбинаций дает 64 варианта. Но ведь уже в начале 50-х в Москве было больше сотни автобусных маршрутов. В качестве эксперимента к ЗИСу подцепляли еще один ЗИС, только без мотора. Такие автобусные поезда по утрам доставляли заводчан к проходной. За неимением специальных междугородних автобусов 155-е ходили в дальние рейсы. Например, Москва, Харьков, Ялта. В салоне 12 авиационных кресел, на окнах – шелковые шторки. Но скорость не выше 60. Так что дорога к морю была неспешной, хотя и веселой. Кстати, за три моря, точнее, в Корею и Китай, 155-е тоже отправлялись. Кто бы мог подумать, что спустя полвека автобусы из Поднебесной заполонят дороги бывшего Союза. Претензий к ЗИС-155 хватало. Жаловались, что в дождь протекали окна салона. На моем автобусе не текли. Кузов был очень плотный такой, компактный, жесткий. А вот первая машина 158-й, там был этот дефект. Но он быстро завод его исправил. 158-я машина. Следующий городской автобус московского производства. Революцию он не совершил. Опять устаревшая рамная конструкция. Снова собранный на заклепках корпус. В который раз недостаточная мощность мотора, а отсюда мучительные подъемы в горку и задумчивость при маневрировании. Прозвище УЗИЛ-158 было «Будильник». Уж больно громкие и резкие звуки издавал ему глушитель. Ну, это, конечно, дело, как вам сказать, дело субъективное. Дело субъективное. А другим нравилось. Такой чувствуется ход, двигатель стиль вроде резонанс какой-то такой. На тот момент шел 57-й год. Более прогрессивную конструкцию завод имени Лихачева освоить не мог. Даже этот незамысловатый автобус был для него абузой. Страна требовала от ЗИЛа десятков тысяч грузовиков. Было принято решение перенести производство автобусов в Ликино-Дулево. Перенос этот сопровождался сменой эмблемы на решетке радиатора и массой проблем внедрения нового изделия на заштатном подмосковном заводе. Хотя с технической точки зрения ЛИАЗ-158 ничем не выделялся, внешность его была вполне современной. Вот французская машина тех же лет выпуска. Угадываются общие черты, но подражание не-не. Кстати, о европейских городских автобусах. Даже в самом городе Париже парк общественного транспорта выглядел весьма старомодно. Это съемки конца 50-х годов. На московских улицах подобных карет прошлого в то время уже нельзя было встретить. Но вернемся в Советский Союз. Экипаж рейсового автобуса состоял из двух персон – водителя и кондуктора. Поэтому в салоне была всегда хозяйка. Пассажиры не безобразны, не вредили. Сейчас смотришь, сиденья порезаны. Тогда никогда этого не было. Хозяйка автобуса обелечивала пассажиров, объявляла остановки, давала справки и добрые советы. Услугами московского автобуса пользовалось множество приезжих. Вот только труд кондуктора ценился невысоко. У них оплата низкая была. Оплата низкая была. Поэтому дефицит так был. Интересно, а сколько же получал водитель рейсового автобуса? Ну, я получал не менее трех тысяч. До 60-го. А потом 300-350 рублей. Тогда деньги огромные были. Да уж. В 60-х инженеру оборонного НИИ платили 120. Врачу в поликлинике 95 рублей. Хотя 12 часов подряд возить людей и нести за них ответственность тающая работенка. Маршруты разные бывают. Есть маршруты за день, где делаешь 5-6 оборотных рейсов. Круг. Это хороший маршрут. А есть маршруты, где 20 оборотных рейсов. Там надоедает крутиться. Надоедает. Одно и то же. Одно и то же. Еще один вопрос ветерану пассажирских перевозок. Помнит ли он автобус марки ЗИС-127? Первый автобусный парк Ленинграда пополнился новыми машинами. Комфортабельные автобусы ЗИС-127 предназначены для междугородних сообщений. В поездке можно послушать радиопередачу. Автобус рассчитан на перевозку 32 пассажиров. ЗИС-127 я его встречал на трассе Москва-Волоколамск. У него рейсовая скорость 100 километров. Покажется на горизонте и исчезает быстро. Он нас обходил. Сейчас. ЗИС-127 выглядел лайнером, спустившимся с небес на шоссе. Спинки кресел откидывались. У пассажиров имелись индивидуальные вентиляторы и лампочки освещения. Под высоким полом багажное отделение. Над головой сетка для ручной клади. 13-тонный автобус легко разгонялся мощным дизелем, установленным в задней части кузова. Алюминиевые борта полировались. Гидроусилитель руля и пневмопривод тормозов повышали безопасность полета. Извините, движение. Был выпущен 851 экземпляр ЗИС-127. Плюс построено несколько опытных машин для городского и пригородного сообщения. Причина закрытия работ по этому автобусу почти анекдотична. Ширина кузова оказалась на 18 сантиметров больше, чем позволяла Международная конвенция о дорожном движении, который с 59-го года подчинялся СССР. Последний автобус в истории завода имени Лихачева носил индекс 118. Но чаще его называли прекрасным словом «юность». Это был скорее даже не автобус, а многоместный легковой автомобиль высшего класса. Он базировался на агрегатах лимузина ЗИЛ-111. При производстве нескольких тысяч юностей в год себестоимость этих узлов резко снижалась, и выпуск правительственных машин наконец-то становился рентабельным. На повал били двух зайцев. Автопарк высшей власти совершенствовался, а народное хозяйство получало 18-местный скоростной и комфортабельный автобус с коробкой автомата. Он был бы незаменим для обслуживания аэропортов, санаториев и госучреждений. Опытная эксплуатация «юности» в качестве маршрутного такси вызвала глубокое одобрение москвичей и гостей столицы. Скорее запускайте в серию, а бюрократов, которые будут возражать, возите в милицейской коляске. Вот лишь один из множества отзывов пассажиров маршрута Пушкинская площадь, улица Правда. Несмотря на родство с правительственными зилами, юность питалась демократичным бензином А-76, как грузовик пятитонка. Зато внешнему виду и интерьеру придавалось большое значение. На каждый экземпляр составлялась отделочная карта с образцами материалов. Дорогой кожзаменитель, гобелен, напольный ковер. Самое время сказать, юность была инициативной разработкой молодых специалистов ЗИЛа, поддержанных заводским комитетом комсомола. Кстати, вопреки запрету директора. Но, как известно, победителей не судят. К ним присоединяются. Успешные пробеги юности по Нечерноземью и зоне субтропиков подвигло руководство ЗИЛа к выпуску малой серии этих машин. Обязательный для автобусов тест на опрокидывание узаконил их эксплуатацию. Но если верить легенде, решающей стала эмоциональная реплика Никиты Хрущева. Вот настоящий народный автомобиль. Народных автомобилей с 61 по 70 год выпустили 20 экземпляров. Затем, после модернизации, производство продолжалось до 98 года. Было построено еще 67 машин. Юности скромно служили при различных министерствах, партийных и хозяйственных органах, а также в знаменитой Кремлевке, элитной лечебнице для высшей номенклатуры. Но в жизни ЗИЛ-118 случился эпизод, принесший ему всемирную славу. В мае 67-го года из Союза во Францию отправляется ярко раскрашенная юность. На одном борту надпись «18-я международная автобусная неделя». На другом – международное туристическое ралли «Лазурный берег». 4 тысячи километров от Автозаводской улицы в Москве до Английской набережной в Ницце было пройдено по жесткому графику. В этом и есть суть авторалли. Брест. Варшава. Два разделенных стеной Берлина. Париж. На Средиземноморское побережье юность прибыла с минимальным штрафом. А вот в дополнительных состязаниях ей не было равных. Аналогов русской машины в то время не существовало. В хопилке ЗИЛовской команды собралось 12 призов. В том числе Большая сербская ваза. Награда президента Французской республики. Нашей машиной заинтересовался Генри Форд-младший. Он захотел купить лицензию на производство ЗИЛ-118. Вы не ослышались. Глава крупнейшего в мире автоконцерна был готов приобрести права на выпуск юности. Но, как известно, у советских собственная гордость. Просьбу заокеанского фабриканта отклонили. На автобусной неделе 67-го года были отмечены и другие отечественные экспонаты. Львовский турист-2, он же ЛАЗ-699А, новизной форм Европу не покорил. Но в скоростном маневрировании украинский водитель-испытатель оказался вне конкуренции. Ему, значит, за это вручили, значит, приз. Какую-то татуэтку небольшую. И плюс еще ему, вдобавок ко всему, выдали 400 франков. Вот. В Ницце был представлен еще один опытный ЛАЗ, выделявшийся неординарной внешностью. Автобус «Украина-67» заслужил серебряную медаль в конкурсе кузовов. Все это было, уже забылось, то есть осталось как бы в памяти самих заводов. Никто больше нигде это не рекламировал. Все как-то прошло, значит, незаметно. Жаль, ведь львовские автобусы дальнего следования смотрелись вполне достойно. Пневматическая подвеска обеспечивала мягкий ход. А опции вроде розетки для бритвы или мини-буфета скрашивали долгий путь. Пару раз ревизию ЛАЗов проводил сам товарищ Хрущев. Всему, что производилось на Украине, он уделял особое внимание. Вот он сел и начал, так сказать, с критики. О, проход узковатый, там сиденье удобное, что ж на повороте соскальзываться будешь, ну, вот такие вот реплики. По рекомендации, значит, уже это, кстати, сверху обратили внимание на эти вот вещи. Нужно срочно дорабатывать. К доработкам и переделкам на ЛАЗе было не привыкать. Небольшое пояснение. Древний Львов, безусловно, уникальный по красоте город-музей, впитавший историю семи веков. Вот только машиностроение в нем было развито слабо. Правда, здесь удалось наладить выпуск автопогрузчиков, автомобильных кранов и грузовых прицепов. Но автобусы гораздо более деликатная продукция. Так что ее освоение, начатое в 1956 году, шло с большим скрипом. То есть все это делалось, знаете, как методом тыка. Вот, подгонки. Вот, допустим, там, если ставить, допустим, обшивку наружную, то, значит, ее там подтягивают, утягивают. Значит, все это делалось, по сути, на коленке. Не было ни конвейеров, не было ни стапелей. Сказывался дефицит специалистов. Местные вузы еще не успели подготовить национальные кадры. Руководство завода русское, главный инженер с горького завода тоже русский, значит, главный конструктор армянин, армянин, главный технолог еврей. Вот, то есть не было еще таких сместных украинцев по национальности, которые руководили бы таким производством, как автобусов в эти годы. Источником вдохновения для создателей ЛАЗ-695 Львив послужили немецкие Магирус и Мерседес. Это не претензия, а комплимент. Конструкция львовского первенца была весьма прогрессивна. Несущий сварной кузов и заднее расположение силового агрегата этим в те годы не могли похвастаться даже более именитые автозаводы. Параллельно шли работы по созданию двух семейств машин. Междугородных экспрессов и рейсовых автобусов для местных маршрутов. Интересная деталь. В передней панели большинства ЛАЗов имелся специальный ЛАЗ, ну, то есть люк для загрузки носилок. Таково было требование Министерства обороны. На случай чрезвычайных ситуаций в определенной команде автобусы должны переоборудоваться типовым санитарным оборудованием для перевозки раненых. После череды проб и ошибок был найден оптимальный облик автобуса. Правда, из ТЭТов коробил вынесенный на крышу воздухозаборник. Ну, вот этот вот заборник, он, конечно, немножко уродовал вид внешний автобуса. Но эта компоновка была очень выгодна для чистоты забора воздуха. Потому что все-таки воздух брался, значит, со стороны крыши, значит, где потоки были менее загрязненные. Со временем горб на крыше исчез. Поменялись внешний вид ЛАЗа 695. Буквенные индексы его модификации. Многие узлы и агрегаты. Тем не менее, главная проблема сохранилась. Автобус Львив создавался как региональный для работы на малозагруженных маршрутах. А эксплуатировался в крупных городах. Вот такая беда. Не хватало в СССР специальных уличных автобусов. Пришлось от нужды такой пустить львовские автобусы, пустить их в городской режим. Значит, сидения четырехряда, отсутствие накопительных площадок, узкие двери, никакого гидроусилителя, ничего. Значит, руль не провернуть в городе, особенно во Львове, где узкие улицы и прочее. Еще один рудимент – механическая коробка передач. Три тысячи переключений и скоростей за смену были тогда в порядке вещей. Длинный рычаг, значит, вот эта вот кулиса, которая очень быстро выходила из строя за счет того, что там очень много. Приходилось гонять рычаг переключения передач, так сказать, слева направо, как вот на истребителе, знаете, вот показывают. Опыт эксплуатации лазов в Минске, Киеве, Ленинграде и сотнях других городов подсказывал – пора на рейсовых автобусах внедрять автоматику. В 60-х годах этим занялись конструкторы Лиаза под пристальным патронажем сотрудников НАМИ. Разработка его происходила именно в наших стенах. Вот конструктора Лиакинского автобусного завода сначала тоже не то что практику, а просто как на рабочее место приходили к нам в конструкторский зал, вот, и конструировали этот автобус. Он сначала назывался 675 модель. 180-сильный двигатель, мягкая пневматическая подвеска, широкие двери. Задняя накопительная площадка. Салон на 110 пассажиров. Вот краткое описание Лиаза-677. Правда, острый на язычок москвичи приклеили к новинке ярлык – скотовоз. Небось, обидно было. Нет, скотовоз – это общее название для всех автобусов большой вместимости, где большие свободные площади, по аналогии, что для скотины тоже нужна большая площадь. Но это не унижительное название. Главная особенность скота… А, извините, Лиаза-677 скрывалась под полом салона. Разработанная с нуля коробка автомата. Ее проектирование вызывало вопрос. Какую использовать схему редуктора? Прогрессивную планетарную? Или привычную для нашей промышленности с неподвижными валами? Молодые ученые понимали, традиционная схема ускорит внедрение изделия в производство. Но как в этом убедить начальство? Помог футбол. Играли там «Спартак» и «Динамо». И Николай Николаевич Озеров, наш известный комментатор, говорит, ну, сегодня «Спартак» выглядит предпочтительнее, чем «Динамо». И вот это слово «предпочтительнее» мы потом использовали во всех документах. Что и говорит, спорт и наука неразделимы. А удачная фраза в казенной бумаге – мощный двигатель прогресса. Опытные образцы автоматической коробки передач вскоре появились в металле. И тут ими заинтересовались на заводе «Икарус». Начались совместные опытно-конструкторские работы с частыми командировками в Будапешт. Поначалу к товарищам из Москвы относились настороженно. Свежа была память об оккупации Венгрии советскими войсками в 1956 году. Но однажды во время совместной прогулки коллега Мадьяр обмолвился. Дескать, есть тут у меня неподалеку небольшой погребок. Я говорю, слушай, покажи, какой в Венгрии это погреб и что там ты хранишь. Заходим, а там стоит огромная двоих бочка. Она, вернее, лежит. Только я торец вижу ее так. Примерно в полтора человеческого роста. Метра три диаметром. И это вот, говорит, это вот мы тут на нашем участке делаем вино. И вот оно здесь хранится, выстаивается. Ну, короче говоря, вот барьер некоторой настороженности мы тогда сразу сняли. И потом уже это было видно и когда мы работали в Венгрии, и потом, когда венгерские делегации приезжали к нам в институт. То, что в 60-х годах сделали советские инженеры, 40 лет спустя повторили немецкие конструкторы в трансмиссии с заковыристым названием Директ-Шальт-Гетриба. Естественно, на ином технологическом и конструктивном уровне. Но суть осталась прежней. Гладкий разгон, без клевков и рывков. И вот никто не мог даже заметить, что там у передачи несколько ступеней, что вначале включалась вторая передача, потом третья, потом блокировался гидротрансформатор. Мы настолько сделали тонкую регулировку. 677-х лязов построили около 200 тысяч штук. Точнее сказать, трудно. Их тиражировали не только в Ликино, но и еще на нескольких площадках. Даже за Уралом собирались выпускать. Живучесть у этих автобусов оказалась уникальная. Так что и сейчас нет-нет, да и проедет скотовозик по дороге местного значения. Кстати, о дорогах местного значения. Массовым производством пассажирского сельхозтранспорта занялся Павловский завод, что на оке. С 50-х годов здесь делали простейшие автобусы капотной схемы на базе ГАЗ-51. По такому же принципу строили автолавки и промтоварные фургоны. Для большинства колхозников выездные автошопы представляли единственную возможность купить новенькое платьице или пару сапог. В 58-м году производство провинциальных автобусов перевели в уральский город Курган. Продукция КАВЗа Курганского автобусного завода расходилась по всему Союзу. Например, вот этот экземпляр обслуживал жителей отдаленных сел в отрогах Кавказских гор. На протяжении нескольких десятилетий каждая очередная модель Горьковского грузовика одевалась в незамысловатый пассажирский кузов. Причем в солидных объемах до 20 тысяч в год. А вот экскурсионные автобусы создавались по месту эксплуатации. Мастерские автотранспортных управлений Сочи и Тбилиси строили открытые кузова на деревянных каркасах. Такие машины доставляли отдыхающих черноморских здравниц к озеру Рица в роще Питсунды на гору Ахун. Что же тем временем происходило в Павлове на Оке? По семилетнему плану Павловский автобусный завод резко увеличит выпуск машин нового вагонного типа ПАЗ-652. Шестицилиндровый мотор дает возможность развивать скорость до 90 км в час. В решении 21-го съезда партии автобусы строители уже дали несколько десятков машин сверх плана. 90 км в час это здорово. Хотя на сельских дорогах особо не разгонишься. В сухую погоду еще удавалось с форсом подкатить к сельсовету. Подходите, товарищи колхозники, разбирайте свежую периодику и мировую классику. А вот весной и осенью базики и кавзики ползли по размытым колеям со скоростью близкой к нулю. Или вовсе загорали в ожидании трактора с тросом. Правда, в умеренных количествах производились полноприводные пазы на базе вездехода ГАЗ-63. Их отправляли на обслуживание престижных горных курортов. Облегчить страдания сельских транспортников пытались за счет арочных шин. Широкопрофильные баллоны низкого давления улучшали ситуацию. Но пригодны они были только для глубокой грязи. На твердой дороге пассажиры подпрыгивали как шарики от пинг-понга. А вот такой автобус-вездеход и впрямь мог бы пригодиться на селе. Кузов сборная солянка. Шасси от армейского ЗИЛ-157. Машину создали в городе Тосно на авторемонтном заводе входящем в трест гаражного оборудования. Сокращенно ГАРО. Но производственные мощности треста были незначительны. А серийные заводы интереса к этой барбухайке не проявили. А что это за словечко такое «барбухайка»? Так прозвали автобусы, построенные в ремонтных мастерских и на автобазах министерств. Миллиорации, цветной металлургии, культуры, обороны и даже госкомитета по кинематографии. У кого на что сил, средств и фантазии хватало. Ведомственные самоделки обязаны были пройти сертификацию на Дмитровском автополигоне. После ужесточения требований к пассажирскому транспорту это удавалось не всем. Их программа была там 200-300 штук чисто для своего министерства, для своей отрасли, для перевозки своих рабочих на работу, с работы. Таких заводов через полигон прошло 17 заводов. И вот как раз я был эти все заводы и прошли через мои... Не проехали мимо полигона и рижские микроавтобусы. Первые рафики на базе агрегатов Волги появились в 58-м году. А дутловатое лицо РАВ-977 ранней модификацией запомнилось миллионам посетителей выставки достижений народного хозяйства. На его базе выпускались автопоезда, сновавшие по территории ВДНХ. Поезд создан на Рижском заводе автобусных кузовов и прислан в подарок москвичам. Скоро на выставке появятся 10 таких поездов. Спустя пару лет Рафику был сделан фейслифтинг под тяжкой лица. Облагороженный микроавтобус выглядел полноценным европейцем. Особенно в туристическом варианте. Рекламный ролик автоэкспорта снят по всем правилам жанра. Попив кофейку, беззаботная молодежь при балтийской внешности направляется в сторону в сборе. То, что шустрая Латвия беспрепятственно проникала в узкие улочки старого города, истинная правда. А вот девушка за рулем, пожалуй, не былится. Руль и педали Рафа были довольно тугими, да и скорости переключились с усилием. Так что маникюр на ногтях и туфельки на шпильках выглядят не очень убедительно. Но в остальном, чистая правда, рижский микроавтобус был достойным аналогом фольксвагеновского транспортера, кумира немецких бюргеров и американских хиппи. Попав в таксомоторные парки РАВ-977, Лоск подрастерял. И отделка стала попроще, и сиденья пожестче. Но по сравнению с автобусной давкой, поездка на маршрутке казалась верхом роскоши. Вот только стоимость проезда кусалась. 15 копеек вместо пятачка. Рижская автобусная фабрика выпускала и санитарные версии. Теперь больному или пострадавшему при перевозке оказывалась помощь. В салоне имелся комплект медицинского оборудования. А еще на Рафе изготовили грузовой фургон. Но из-за недостатка производственных площадей от этой темы латышам удалось избавиться. Производство развозных однотонников организовали в Ереване, где благодаря чудовищному качеству сборки они получили прозвище «Армянское чудо». Новое поколение Латвии появилось в 1976 году. По сравнению с экспериментальными машинами серийный вариант значительно упростили. Впрочем, даже в усеченном варианте Раф-2203 смотрелся элегантно. Хотя его конструкция была далеко не идеальной, возникали серьезные проблемы с управляемостью, а фанерное днище скрипело и трескалось. Но широкий салон радовал и пассажиров, и медиков. Чуть не не половина всех рафиков направлялась на станции скорой помощи. А вот этот образец готовился к московской Олимпиаде-80. Двигатель внутреннего сгорания заменил электромотор, а бензобак тяжеленный блок аккумуляторов. Экологически чистый, не отравляющий выхлопом воздух, Рафик сопровождал марафонские забеги. Были у таких машин и плюсы, и минусы. Но автомобили с электроприводом отдельная глава в истории колес страны Советов. И мы к ней однажды вернемся. В конце 70-х годов автохозяйства СССР начали в массовом количестве получать венгерские карусы. Городские, пригородные, междугородние. Был ли смысл сдерживать производство собственных автобусов в угоду интеграции стран СЭФ? Вопрос к экономистам, историкам и политологам. Затем последовал распад Союза и выпуск автобусов замер на целые десятилетия. Но, как известно, время лечит раны. Нынче на дорогах нашей страны общественный транспорт представлен и отечественной продукцией, и машинами иностранных фирм, и все чаще и чаще совместными разработками российских и зарубежных специалистов. Выросли скорость и комфорт перевозок. на место билетных касс, в которые бросали мелкую денежку, пришли электронные турникеты. А вот фраза «передайте за проезд» оказалась бессмертной. Ее и поныне ежедневно произносят миллионы граждан постсоветского пространства, пользующихся маршрутным пассажирским транспортом. КОНЕЦ КОНЕЦ